Всем привет! Вы смотрите канал в поисках фактов. Грузовики играют важную роль в любой армии мира. Ведь они используются всегда, когда речь идет о транспортировке тяжелого груза, техники или личного состава. Они способны преодолевать практически любое бездорожье, водоемы и другие препятствия. Сегодня мы покажем вам 10 самых лучших военных грузовиков в мире. Поехали! Урал 4320 Урал 4320 – грузовой автомобиль двойного назначения. Его производство выполняется на Уральском автозаводе, находящемся в Миасе. Основное применение Урал 4320 нашел в вооруженных силах страны, но нередко использовался и в других сферах. В сравнении с аналогичными моделями Урал 4320 выделяется рядом преимуществ. Благодаря колесной формуле 6х6 машина имеет повышенную проходимость. Полноприводный автомобиль легко преодолевает большие ямы, подъемы с уклоном до 58 градусов, заболоченной области и канавы. Снаряженная масса автомобиля составляет 8050 кг, полная – 15205 кг. Масса перевозимого или размещаемого груза равняется 6855 кг. Масса буксируемого прицепа – 10570 кг. Последние версии Урал 4320 комплектуются несколькими вариантами V-образных дизельных двигателей производства Ярославского моторного завода, которые имеют мощность 230, 240 и 250 л.с. Но специально под заказ можно установить двигатель ЯМЗ-7601 с мощностью 300 л.с. Елч-662 Компания Елч является польским производителем, специализирующимся на грузовых автомобилях, автобусах и других тяжелых транспортных средствах. Тяжелый грузовик Елч-662 был разработан специально для эксплуатации польской армии. Елч-662 имеет полезную нагрузку – 10 000 кг. Автомобиль также может буксировать прицепы с максимальным весом 16 тонн. Транспортное средство имеет платформенную раму, предназначенную для установки контейнера или грузового кузова. Он используется для перевозки войск и военной техники. Елч-662 оснащён двигателями ИВЭКО Курсор 8 или 10 с турбонаддувом, развивающими 350 и 430 л.с. соответственно. Максимальная скорость движения ограничена электроникой на 85 км в час. КРАС-6322 КРАС-6322 – украинский грузовой бортовой полноприводный автомобиль капотной компоновки. Предназначен для перевозки различных грузов и людей, буксировки транспортных и специальных прицепов, а также самолётов на аэродромах и может эксплуатироваться по всем видам дорог, бездорожью и местности. В 2014 году в конструкцию КРАС-6322-1 были вынесены изменения. Двигатель ЯМЗ-238 российского производства был заменён на двигатели иных производителей. С 1 сентября 2015 года был освоен выпуск КРАС-6322-1 с двигателем Ford EcoTorque 9 литров 360 PS. ЯМЗ-238 предлагается из запасов, если заказчик этого пожелает, которые поставлялись до 1 ноября 2014 года включительно. Рама грузовой машины представлена лестничным типом. Её усеяли вспомогательными накладками, чтобы повысить прочность при функционировании в непростых эксплуатационных условиях. КРАС-6322 способен перевозить груз весом 10 тонн. SORER 10DM SORER 10DM – швейцарский военный грузовик. Он был разработан в конце 1970-х годов компанией Adolf ZORER для удовлетворения потребностей швейцарской армии. SORER 10DM имеет конфигурацию 6х6. 10DM – это специально разработанный военный автомобиль, который может перевозить грузы по сложной местности. Номер в названии обозначает максимальную полезную нагрузку 10 тысяч килограммов. Военный грузовик может также буксировать прицепы и артиллерийские орудия. Этот грузовик оснащён довольно мощным дизельным двигателем с турбонаддувом SORER D4KT 12 литров, развивающим 250 л.с. Шасси является полугибким с независимой подвеской. Интересно, что передние и задние оси взаимозаменяемы. Navistar International 7000 Navistar Defense разработала ряд тяжёлых грузовых автомобилей серии 7000. Этот военный грузовик оказался успешным. В 2005 году армия США наградила Navistar контрактом на поставку почти 2900 международных грузовиков серии 7000 и запасных частей к Афганской национальной армии и Министерству обороны Ирака. Эти тяжёлые грузовые автомобили доступны с несколькими конфигурациями кузова и используются для перевозки сверхтяжёлых материалов и буксировки прицепов. Эти грузовики доступны со стандартными, удлинёнными или спальными кабинами. Кабина также может быть оснащена дополнительным комплектом брони. Этот военный грузовик доступен с конфигурациями колёсной базы 4х2, 4х4, 6х4 и 6х6. Серия International 7000 предлагается с несколькими дизельными двигателями, мощностью от 210 до 430 лошадиных сил. Полезная нагрузка грузовика составляет 10,5 тонн. Ошкош Хэмпт Хэмпт – Heavy Expanded Mobility Tactical Truck – это семейство тяжёлых грузовиков, состоящих на службе армии США грузоподъёмностью 11 тонн и имеющих колёсную формулу 8х8 производства компании Ошкош. Военные грузовики серии Хэмпт поступили на службу в армию США в 1982 году, и заменили М520 Гойр. Автомобиль оснащён двухтактным V-образным дизельным двигателем Detroit Diesel 92T A90 мощностью 500 лошадиных сил. Кабина Хэмпт вмещает водителя и одного пассажира. Она может быть оснащена дополнительным бронированным комплектом, который защищает экипаж от выстрелов 7-62-мм патронов и осколков артиллерийских снарядов. Низкое расположение центра тяжести и дорожный просвет в 600 мм обеспечивают машине высокую проходимость. С нагрузкой в 10 тонн она преодолевает подъёмы в 60% и развивает максимальную скорость по шоссе 100 км в час, располагая запасом хода в 644 км. Ашок Лейленд Суперсталин Суперсталин является новым флагманом ряда военных грузовиков Ашок Лейленд. Этот автомобиль с высокой мобильностью был разработан частным предприятием для удовлетворения требований индийской армии. Впервые грузовик был показан в 2012 году. Суперсталин имеет полезную нагрузку 12 тонн на дорогах с твёрдым покрытием и 10 тонн по пересечённой местности. Суперсталин оснащён дизельным двигателем с турбонаддувом Нептун-360, развивающим 360 л.с. Этот военный грузовик может быть доступен с различными конфигурациями трансмиссий. Суперсталин был разработан для работы над сложными пустынными ландшафтами. Этот военный грузовик оснащён центральной системой накачки шин. Он раздувает или дефлирует шины для лучшей мобильности по разным рельефам. Центральная система накачки шин управляется водителем даже когда автомобиль движется. MAN SX 8x8 Серия грузовиков высокой мобильности MAN SX производства компании Rain Metal MAN Military Weakles GmbH является преемником предыдущего семейства CAT-1, который состоял на вооружении армии Германии в конце 1960-х годов. Эти военные и транспортные средства могут быть легко идентифицированы по вертикальным ветровым стёклам. Автомобили серии MAN SX поставляются в армии Австрии, Германии, Дании, Италии, Норвегии, Омана, Кувейта, Словении, Объединённых Арабских Эмиратов, Швеции и Великобритании. SX представляет собой тяжёлый грузовик 8х8, предназначенный для работы в сложных условиях бездорожья. Он имеет грузоподъёмность 14 тонн. Шасси данного грузовика предназначено для установки специализированных военных кузовов, пунктов управления, систем запуска ракет, для транспортировки военной и строительной техники. Также есть гражданские версии с установленными системами пожаротушения для аэропортов. MAN SX приводится в движение от дизельного двигателя с турбонаддувом MAN D2066 LFG объёмом 10,5 литра, развивающего 440 л.с. мощности. Oshkosh MTVR MTVR – это специально разработанный военный автомобиль, хотя некоторое количество автомобилей было продано в коммерческих целях для специализированных операций, таких как борьба с лесными пожарами. В феврале 1999 года с компанией Oshkosh, основным производителем грузовиков для армии США, был заключён многолетний контракт на производство MTVR, а первый серийный грузовик сошёл с конвейера в 2005 году. Этот автомобиль используется в МС США и Корпусе морской пехоты. Он заменил грузовик М939 6х6 и грузовик М809 6х6, который выпускался с 1970 по 1982. Новый грузовик обеспечивает большую мобильность, надёжность и грузоподъёмность в 7,1 тонны на бездорожье и до 15 тонн на дороге с твёрдым покрытием. На данный момент произведено более 11 тысяч грузовиков MTVR. Привод обеспечивается шестицилиндровым дизельным двигателем Caterpillar C12, развивающим 425 л.с. Он агрегатирован с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и гидротрансформатором Allison и односкоростной раздаточной коробкой Oshkosh. МЗКТ-6002 МЗКТ-6002 – новый белорусский грузовик с высокой мобильностью и колёсной формулой 8х8. Он был разработан для удовлетворения возможных потребностей Вооружённых сил Беларуси, но также нацелен на экспортных клиентов. Этот военный грузовик впервые был обнародован в 2015 году. Последние грузовики МЗКТ обычно продаются под брендом Volat. Грузоподъёмность МЗКТ-6002 составляет 16,5 тысяч килограммов. Автомобиль оснащён дизельным двигателем Caterpillar C15 с турбонаддувом, развивающим 540 л.с. Он соединён с автоматической коробкой передач с шестью скоростями. Также этот грузовик может быть оснащён дизельным двигателем российского производства. Как и большинство военных грузовиков МЗКТ-6002 оснащён центральной системой инфляции шин, что позволяет ему идти в ногу с гусеничными боевыми машинами по любой местности. На этом всё, друзья. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, какой из грузовиков вам понравился больше всего. А также ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые, крутые и интересные выпуски. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова